В следующем году в Куйбышевском районе построят новую котельную. Сейчас горячую воду и тепло жители района получают от котельной КНПЗ, которую планируют закрыть через два года. Взамен построят новую. Она будет и экологически безопасной, и обеспечит благами цивилизации три сотни многоэтажек. В феврале будет готов проект уже с экспертизы, и начато строительство этой котельной. Губернаторам поставлена задача, чтобы в сезон 17-го года вошли уже с котельной снова. Существующие котельные, их в городе более ста, вовсю готовят к предстоящему отопительному сезону. Проводят испытания оборудования, реконструируют и ремонтируют. Котельная в поселке Управленческий сравнительно молодая. Ее построили в 2008 году. Она отапливает и снабжает горячей водой 29 этажек поселка. Котельная полностью автоматическая. Работает три котла. Когда у нас идет 0, минус 5, наверное, два или все три? Два котла. Два котла, один в резерве, да. Первый вице-мэр Владимир Василенко проверяет ход подготовительных работ. Полтора недели котельная не работала, была закрыта на плановый ремонт. Сейчас горячая вода вернулась в дома, но работа продолжается. Остальное уже по плану ППР будет продолжаться. Приработающая котельная, значит, остальные химводоподготовка, ремонт и котловое оборудование одна. Подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу же, как только закончился предыдущий. К зиме готовят не только котельные, но и теплотрассы, и дома. В этом году запланирована перекладка более 15 километров сетей. Это на порядок больше, чем в прошлом году. Сейчас эти работы выполнены наполовину. С опережением графика идет подготовка к зиме жилого фонда. Высокий процент подготовки жилых домов составляет на сегодняшний день по территориям Кировского, Ленинского, Самарского, внутригородских районов, городского округа Самара. И самый низкий процент на сегодняшний день в Красноглинском районе. Но, тем не менее, все они на сегодняшний день районы, в плановые показатели, просто некоторые районы идут сопережать. Степень подготовки к зиме в этом году по сравнению с предыдущим значительно возросла. Отмечают специалисты. Кроме коммунальной сферы, в состоянии боеготовности начали приводить и службу благоустройства. Формируются бригады дворников, кровельщиков, а также приводят в порядок спецтехнику. Марина Матвеевна, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.